Варгейм Русс. Солдатики, история и моделизм. Варгейм Русс. Творческие люди, а в частности моделисты, настроены так, что живем мы мирно, спокойно. И вдруг, под впечатлением увиденной картинки в интернете или в книге, у нас возникает жгучее непреодолимое желание сделать диораму или виньетку. В голове возникает история, сюжет, которым нам не терпится поделиться с окружающими, и мы принимаемся за работу. Нам кажется, что это шедевр, какой-то прорыв, нечто невероятное. Особые впечатления получаешь, когда достигаешь такого уровня мастерства, на котором начинаешь делать конверсии. То есть, собираешь модель так, как хочешь, меняя головы, конечности, оружие, подгоняя тем самым солдатикам под сюжет, возникший в твоей голове. И ты понимаешь, что такой модели больше нет ни у кого. Только у тебя. Она твоя. Тогда от радости хочется прыгать, как к маленькому ребенку. Глядя на тебя, жена скажет, да лучше бы ты бухал, чем тратил деньги на ерунду. Если ты молодой моделист, то родители скажут, что сын опять хренью мается. Ну чем бы дитя не тешилось, лишь бы... Мне с братом повезло. Наши родители не вмешивались в наше увлечение. Но у большинства ситуация была обратная. И немало такое отношение остудило талантливых моделистов. Большинство из нас сломались в юные годы. Бросили солдатиков, вышли на улицу и подружились с Пивасиком. В моем детстве, когда в школе узнали, что мы с братом лепим солдатиков, то над нами просто смеялись. Не все, но многие. Для большинства людей просто непонятно было наше увлечение. Для них солдатики это нечто такое, во что можно кидать кубиком или тапком. То есть игра до уровня пятилетнего ребенка. И разумеется, когда об этом узнают одноклассники, то моделист становится изгоем в обществе. А этого никому не хочется, поэтому, как правило, моделисты скрывают свое увлечение. Особенно юные. Мне скоро стукнется ракета. И, глядя назад, скажу, что останавливаться не нужно. Мы с братом не остановились. Теперь мы не знаем, что такое скука. Наоборот, нам не хватает времени, чтобы осуществить все проекты, задуманные нами. Некогда бухать. Нет времени на наркоту. Я искренне не понимаю, а зачем нажираться, как свинья, и засыпать обоссанным на кухню. Лично я считаю, что кроме гемора, это ни к чему хорошему не приведет. А вероятность залететь в места не столь отдаленные за пьяную драку, или по статье 228 Уголовного кодекса, резко увеличивается. Большинство из тех, кто тыкал меня в детстве пальцем, спелись и снаркоманились. Из зоны стало их родным домом. Трое уже погибли, не дожив до 30 лет. Мы поколение 90-х. Нас неслабо прорядила жизнь. Конечно, кого-то от улицы спас спорт. Но я знаю многих людей, спортсменов, которые стали членами преступных группировок, и использовали свою силу не там, где следовало бы. Спорт без идеологии не панацея. Сильное тело и крепкий дух можно использовать и во зло. И это зло потом бумерангом возвращается. За все надо платить, как говорится. Мы с братом спаслись своим увлечением. Нас вытащила с улицы игра в солдатиков. Как бы это смешно ни звучало. Поэтому не останавливайтесь, ребята, и верьте в себя. Если вы горите от желания сделать модель, то делайте. Теперь у нас есть группа единомышленников в соцсетях. Не забывайте выкладывать в нашу группу свои работы. Не надо их хранить дома под замком. Пусть о них знает мир. Ну вот, лирическое отступление закончено. Давайте разберем одну из наших моделей. Нам нужно было сделать русского князя, принимавшего благословение на битву. Найти необходимую модель не удалось. Пришлось заняться конверсией. Все лишнее было удалено. Затем из проволоки сделали ноги и руки. Обратите внимание на ноги. Князь опирается на колено. И именно в этой точке проволока должна уходить в землю. Начинающие моделисты часто делают здесь ошибку, продлевая проволоку до пятки. Так делать не надо. Затем каркас облепляем милипутом. Теперь переходим к доспеху. Вылепить сразу пластинчатый доспех у вас не получится. Сначала прилепите плюшку милипута, а затем зубочисткой прорисуйте пластинки. Сначала борозды, а потом пластинки. И это еще не конец. Хорошего качества добиться все равно не удастся. Необходимо дождаться высыхания милипута. И когда он затвердеет, обычно это дело на следующий день, может быть часов 12 где-то надо подождать. И начинайте вырезать на нем все, что вам необходимо. Будь то складки одежды, пластины доспеха, все что угодно. То есть пластинки на доспехе можно сделать очень тонкими. Но не при ляпке это достигается, а именно потом вырезание. Когда все сделаете, модель необходимо зашлифовать. А отшлифовать нужно шкуркой нулевкой. Теперь перейдем к кольчуге. Сделать ее попросил комрад мышонок. Ну раз попросил, покажем. Делать кольчугу нужно по свежей нанесенному милипуту. В 32 масштабе вам понадобится зубочистка. Принцип таков. Острел втыкается в материал и проводится немного в сторону. В данном случае вот влево. И весь ряд, скажем так, колец должен быть проведен в одну сторону. Следующий ряд проводим в другую сторону, в противоположную. То есть, если одни налево протащили чуть-чуть, то другие направо. И так, ряд за рядом, то в одну, то в другую сторону. Вот, собственно, и вся хитрость. Так что, мышонок, будем ждать от тебя, бойца, покрытого кольчугой, в ближайшее время. Успехов всем в творчестве. И не забываем выкладывать свои работы в группу. Причем, не просто выкладывайте, а описывайте их. Когда вы их делали, как вы это все делали. Так намного интереснее смотреть. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Wargame, Рус, Солдатики и Моделизм. Жми сюда и смотри интересные видео. Редактор субтитров А.Семкин